Привет всем, меня зовут Корецкий Сергей и это The Fakty. В последнее время все большее число молодоженов говорит о том, что традиционные свадьбы им не интересны и хочется чего-то такого необычного, чтобы день свадебного торжества остался в памяти как нечто яркое и нестандартное на долгие годы. А знакомые еще долго обсуждали эту необычную, а порой и шокирующую свадьбу. И в этом видео вы увидите именно такие свадьбы. Ну а если хотите узнать про пару, которая сыграла свадьбу в 38 местах мира, обязательно досмотрите ролик до конца. Погнали! Свадьба над пропастью Пара в США организовала бракосочетание на сетке, подвешенной над глубоким каньоном в городе Моап, штат Юта. Если честно, то от одного взгляда на их фотографии кружится голова. Это же чертовски страшно. Жених и невеста профессиональные слэклайнеры, поэтому вероятно они знали, что делают. Предполагаем, что именно по этой причине они не испачкали свадебный наряд. Слэклайн похож на хождение по канату, только веревка натянута не слишком туго. Как позже рассказала на своей странице в фейсбук невеста Кимберли Веглин, на свадьбе воздушные гимнасты исполняли акробатические трюки на шелке и лайкре. Девушки с букетами прыгали с парашютами со скал и разбрасывали лепестки роз. Наши друзья ходили по канатам вокруг нас, а роскошный банкет устроили прямо в пустыне. Пишите в комментариях, рискнули бы побывать на такой свадьбе. Свадьба в космосе 11 августа 2003 года состоялась первая в истории человечества космическая свадьба. Играли свадьбу командир МКС Юрий Милинченко и американка русского происхождения Екатерина Дмитриева. Правда, молодоженов разделяло нешуточное расстояние в 380 тысяч километров, потому что невеста была на земле, а жених на космической станции. Во время телемоста с орбитой космонавт поклялся в любви своей избраннице, уполномочив подписать брачный контракт своего адвоката. Благо, законы штата Техас позволяют заключать браки в отсутствии одного из молодоженов. Но вот первую брачную ночь жениху пришлось провести на орбите со звездами. Новоиспеченная супруга тем временем давала интервью журналистам и позировала для фотографов вместе с картонной фигурой мужа. Свадьба в невесомости В 2009 году Ной Фулмар и Эрин Фенниган отметили свою свадьбу вдалеке от земли, в условиях невесомости. Молодожены поднялись на несколько километров над Мексиканским заливом. Целовать друг друга им пришлось вниз головой, ведь занять нормальное положение в непривычном состоянии невесомости довольно трудно. Такое необычное мероприятие молодоженам организовала компания Zero-G. Ее название расшифровывается как Zero Gravity или невесомость. Сперва все действо было отрепетировано на земле. В результате пара предполагала, что их ждет в невесомости. К тому же рядом с ними был подготовленный персонал компании. В случае заминок со свадьбой они бы сразу пришли на помощь. Для проведения церемонии был использован специально оборудованный Boeing 727. Он летел по параболической дуге, создавая внутри ощущение невесомости. Это та самая ситуация, когда все буквально перевернулось с ног на голову. Однако, к счастью, никого не укачало. Свадьба под водой Молодожены из Майами поженились на дне Атлантического океана. Свидетелем на экстремальной свадьбе стала бронзовая статуя Иисуса Христа, установленная у побережья острова Киларга. Молодым даже удалось поцеловаться. Для этого они сняли дыхательную трубку. Скульптура Христа находится на небольшой глубине, 8 метров, поэтому ради эффектных фото и видео добраться до нее рискуют даже дайверы-новички. Еще одна необычная свадьба под водой, но на этот раз в пещере. Пещера, где проходила церемония бракосочетания, является самой большой в Европе. Влюбленная пара решила сыграть свадьбу в весьма необычном месте. Норвежская любительница дайвинга Инна Тральнес и ее жених из Финляндии Яни Сантала проплыли 450 метров в гротах под водой, чтобы оказаться в самой крупной пещере Северной Европы. Там они и сказали друг другу то самое заветное «да». Пещера, где проходила церемония, относится к подземной системе реки Плюра, Норвегия. Когда молодожены проплыли к назначенному месту, их там уже ждали священник, команда водолазов и видеографы. После заключения брака супруги выпили по бокалу шампанского и поплыли обратно. Инна и Ян могут попасть в книгу рекордов Гиннеса, так как подобного бракосочетания еще не было ни у кого. Свадьба в Антарктиде В Антарктиде на британской полярной станции состоялась весьма необычная свадьба двух полярников. Том Сильвестер и Джули Баум вступили в брак на исследовательской станции Роттера на острове Аделейт, расположенном к западу от антарктического полуострова. Джули была одета в платье, сделанное из оранжевой палаточной ткани, а для свадебного фото молодожены позировали при температуре минус 9 градусов. Тому пришлось самому изготовить медные обручальные кольца в местной мастерской. На церемонии присутствовали 20 гостей из числа сотрудников станции, а саму церемонию ввел ее руководитель и член правления британской антарктической территории Пол Сэмуэльс. Будущие супруги познакомились 11 лет назад в туристическом центре Уэльси. Оба опытные альпинисты, инструкторы и проводники. Свадьба на Эверасте Пара из Америки решила, что традиционная свадебная церемония им не подходит и придумали организовать ее на самой высокой горе планеты – Эверасте. 32-летняя Эшли Шмайдер и 35-летний Джеймс Сисон три недели совершали восхождение, чтобы обменяться кольцами на вершине мира. Все время путешествия жениха и невесту сопровождал специально нанятый свадебный фотограф, снимающий каждый их шаг. Снимки получились просто невероятные. Джеймс и Эшли планировали свое свадебное путешествие целый год. Им пришлось немало тренироваться, чтобы выдержать трехнедельный тяжелейший горный поход. Несмотря на необычность церемонии, Джеймс в смокинге и Эшли в элегантном белом платье выглядели вполне традиционно для свадьбы. Длительность поцелуев пришлось ограничить, чтобы не пострадать от кислородного голодания. Свадьба в 38 местах мира Что делать, если вы и ваша пара никак не можете договориться о месте и теме вашей свадьбы? 30-летний Чита Платт и 32-летняя Риан Вудьярд решили этот вопрос просто. Необходимо устроить свадьбу в как можно большем количестве мест на всех шести континентах Земли. 8 февраля влюбленная пара упаковала два больших рюкзака и вылетела в богату, Колумбия, чтобы начать свое трехмесячное путешествие. Они уже женились в Индии, в Египте, Ирландии, Таиланде и многих других странах. С помощью пожертвований от всех людей, поддерживающих их начинание, Чита Ириан планирует отметить 38 церемоний бракосочетания за 83 дня. Оба они профессиональные акробаты, что делает их свадебные фотографии особенно необычными. И в качестве бонуса – свадьба в самолете. В индийском штате Тамиланд пара придумала, как провести свадьбу с более чем 160 гостями, несмотря на ограничения, введенные из-за карантина. Для этого новобрачные наняли самолет, где и собрались с гостями. Недавно власти штата, из которого, как сообщается, вылетел борт, усилили карантинные меры и, в частности, ограничили разрешенное количество гостей на свадьбах до 50 человек. Авиационное управление Индии уже расследует инцидент. На этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, какая свадьба вас удивила больше всего. Будет интересно почитать. Также подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok